МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Ведущие страны мира вступили в решающий этап борьбы за лидерство в создании искусственного разума. Мы же в Молдове говорим пока о победе разума вообще, и в политике в частности. Но если отбросить в сторону любую иронию, на этот счет то, что происходит в эти июньские дни, определяет весь ход современной истории нашего государства. Полным ходом идет расширение горизонтов развития Молдовы. Впереди еще много рутинной работы, но уже есть о чем говорить. У нас в студии депутат парламента, прошлый министр внутренних дел, посол Республики Молдова в Российской Федерации Владимир Цуркан. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, такую легкую иронию себе позволил, потому что вот слежу за тем, что происходит в мире. Например, сейчас в эти часы проходит большая двадцатка в Японии. Много разговоров о том, кто же станет лидером в области создания искусственного интеллекта в мире, за этой стороной будущее. Мы, журналисты, часто говорим, особенно в контексте перемен, происходящих в Республике Молдова, говорим о том, что все больше утверждаемся в мысли победе здравого смысла в политике. То есть вот такая легкая ирония. Там искусственный интеллект, а мы уже наконец-то победили, опираясь на здравый смысл в политике, в экономике, в социальной сфере. И понятно, что авгивы и конюшни, которые сложились у нас во всех сферах жизни, накопившихся проблем, которые достались в наследство, то еще так сложно уходящей демократической власти разгребать и разгребать. Но тем не менее, ведь есть о чем поговорить, есть какие-то результаты. Хотелось бы с вами как раз это обсудить. В уходящей неделе собралось столько событий, которые раньше, наверное, умещались в месяц. А у нас, смотрите, и в эти дни прошла поездка парламентской группы, руководителей парламента Молдовы в Госдуму Российской Федерации. Прекрасно выступили наши с вами, ваши коллеги в ПАСЭ, поддержали Российскую Федерацию, ее восстановление в полного формата на этой площадке, этой ассамблеи. И буквально у нас в Молдове сыпется уже, так сказать, отставки политиков с довольно громкими именами. И это дает уже шанс говорить о том, что много чего меняется. Парламент интенсивно работает над формированием законодательной основы для будущих перемен. Вот что бы вы еще добавили в этот список, на ваш взгляд? Ну, список действительно очень длинный такой, да? Хотя, казалось бы, время-то прошло. Совсем ничего. 7-8, да, будем так сказать. Июня, 8-го июня. И сегодня у нас с вами 28-е. Да, и вот сегодня уже. Да, уже 28-е. Опять же, уже сегодня 28-е. Для меня лично, и вот, наверное, и для моих коллег, я уверен, эти дни пролетели буквально как одно мгновение. Потому что все, что произошло и в ночь с 7-го на 8-е, и именно 8-го, и последующие дни, а особенно в конечном итоге 14-го января, я извиняюсь, 14-го июня, когда произошло то, что ждали абсолютное большинство людей нашей страны. Я ждал этот момент, когда все-таки мирным путем, что очень важно, мирным путем уйдут. Не передадут власть, а уйдут. Потому что, конечно, сама по себе передача, она в данном случае была невозможна. И эту власть надо действительно брать. Брать, потому что, к сожалению, цивилизованного подхода, цивилизованного манеры, передачи власти, как это принято в цивилизованных странах, у нас, к сожалению, не имело места. И приходится все в ходе серьезной, позиционной иногда, в основном наступательной тактики и борьбы это все дело забирать. Очень сложно, непросто. Но, тем не менее, вот даже и последние движения, которые были, ну вот я имею в виду последние события, отставка полностью всего состава конституционного суда, так долго ожидаемая отставка. Потому что, в принципе, ну если, скажем, председатель конституционного суда сложила свои полномочия еще до решения венецианской комиссии, то остальные почему-то долго ждали. Выторговывали себе чего-то или, в общем-то, ожидали? Ну, я не думаю, что они выторговывали, они были ошарашены тем, что произошло. Наверное, еще кое-кто из них, я подчеркну, кое-кто из них на что-то надеялись. Ну, не скрою, не буду раскрывать скобки, но не скрою, кое-кто из них я лично беседовал. И хочу сказать, что эти товарищи, эти люди, с которыми я беседовал, они поняли. И просто, как бы, психологически было, конечно, им тяжело. Но, тем не менее, слава богу, свершилось то, что свершилось. Сейчас очередь за центральной избирательной комиссией. Вчера подал в отставку Юрий Чекан. Ну, вот сейчас вот буквально эти дни произойдет отставка и остальных членов центральной избирательной комиссии. Дальше очередь, конечно, за прокурором генеральным. Я его лично очень мало знаю. Я работал в системе прокуратуры, правда, в то время он еще даже и по коридорам прокуратуры не ходил. Но я все-таки надеюсь, что все то, что обычно было присуще работникам прокуратуры, нормальным, достойным, наверное, все-таки у него что-то должно было остаться. И вот тот самый разум, о котором вы сказали в самом начале передачи, я думаю, что все-таки должен возобладать. И он должен понять, что другого иного пути, кроме как отставка, у него нет. Нет. Другой путь, другой вариант может быть гораздо, скажем так, сложнее и болезненным для него, потому что в конечном итоге мы же не будем долго ждать и терпеть. Мы надеемся на разум, и они должны понимать, что их время ушло. Ушло время тех, которые представляли так называемую демократическую власть, которая фактически захватила государство. Этот захват государства был неоднократно отмечен всеми международными структурами. И парламент Республики Молдова 8 июня утверждил соответствующее, принял соответствующее постановление о захваченном характере молдавского государства. И на основании этого сейчас проводится и расследование. Я являюсь председателем этой следственной комиссии по этим ситуациям, событиям 7-14 числа. И хочу вам сказать, что абсолютное большинство тех предположений людей, выводов, которые заключались и в мнении международных организаций, и здесь у нас, и мы лично были в этом убеждены, они, я уверен, найдут подтверждение в результатах работы этой комиссии. Государство наше, к сожалению, было захвачено. Захвачены государственные институты, начиная от конституционного суда и кончая буквально структурами местной власти. И это, я не хочу применять слово зачистка, а очистка, которая происходит где естественным путем, где благодаря этому разуму, а где придется просто, наверное, и показывать конкретные статьи Уголовного кодекса, которые были нарушены. С силовым способом уже. Ну, без этого не происходит. В силу закона. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, что все это происходит мирным путем, то, чего мы и поставили перед собой задачу, это совершилось. Все это было бы невозможно, естественно, если бы мы не имели поддержку извне. И опять же о разуме. О разуме. Вот вы применили, что вот они, эти, значит, страны-двадцатки сейчас как бы будут бороться за искусственные институты. Будут бороться, в том числе и за это. Конечно, там идет очень серьезная, порой невидимая, но всеми ощущаемая борьба за лидерство и так далее. Но что интересно, произошло то, чего, наверное, давно все ждали, в том числе и они, лидеры больших игроков геополитических. Они ждали найти хоть один пример, где можно показать, что, оказывается, можно договориться. Можно договориться и помочь конкретному государству выйти из очень сложной ситуации. И при этом, при этом, значит, не поссориться между собой. Ведь в конечном-то итоге то, что произошло, и помощь извне, это как раз вот то самое подтверждение. Вы знаете, я где-то вот в душе... Такое редкое единодушие. Мы же наблюдали за представителями дипломатических миссий, как они фактически в унисон работают. Приехали три представителя. Российская Федерация, специальный представитель Владимира Владимировича Путина, Еврокомиссия, Европарламент, господин Хан, и ответственный работник, представитель Госдепартамента Соединенных Штатов. Это ведь не случайно. Мы же прекрасно это понимаем, понимали. Я думаю, что все люди это тоже поняли и оценили. Почему это произошло? Наверное, еще и потому, да не наверное, а точно. Потому что, прежде всего, партия социалистов, Игорь Николаевич Дадон, президент, смог четко сформулировать видение, как дальше будет развиваться Молдова. Что она не собирается дружить против кого-то. Мы будем дружить между собой. И в этом смысле способствовать, в том числе, и как минимум тому, чтобы не поссорились из-за Молдовы вот те, кто принял участие извне в том, чтобы у нас произошло все мирно. Ведь даже господин Хан во время переговоров, и это, кстати, была одна из таких последних капель, наверное, которые в том числе убедили и наших нынешних партнеров по коалиции, блока КУМ. Он ведь им четко обозначил, мы хотим, чтобы Молдова была стабильным государством. Стабильным государством, через которое, в том числе, и Европа, Евросоюз, мог бы решать определенные вопросы, укреплять взаимоотношения, взаимосвязи с той же Российской Федерацией. С другой стороны, как бы гарантом, ну, перед ними, но гарантом с нашей стороны, был господин Казак, который то же самое сказал, нам нужна Молдова стабильная, самодостаточная, развивающаяся, стабильная и предсказуемая Молдова, которая не будет фактором такого, знаете, раздражения, раздражителем, как для одной или другой стороны, а тем более тем фактором, из-за которого нам придется думать, а как же выйти из этой ситуации. Это очень хороший залог для будущего развития Молдовы. И вот лично у меня есть серьезное основание быть оптимистом в этом плане, что это позволит нам не только, в конечном итоге, в правильном правовом поле, так как всегда мы говорили, мы хотим, чтобы Молдова была правовым государством. Вот именно благодаря этому, что происходит сейчас, я думаю, что мы сможем превратить Молдову в реально правовое государство, реально стабильное государство. А это означает, что Молдова будет тем самым привлекательной страной и для бизнеса, как Запада, так и для Востока. А это означает, что мы сможем начать решать те задачи, которые очень важны сегодня для людей. Для людей важно, что происходит очистка государства от старой власти. Я буквально в субботу сразу же, 15-го числа выехал в районы, Кантемирский район, Левский район, Когульский, и встречаясь с людьми, вы знаете, что они мне вначале сказали? Вот я говорю, как вы ощущения? Вот вроде бы и дождик прошел как-то. Они говорят, вы знаете, нам всем стало легче дышать. Вот ощущение, что людям стало легче дышать. Они как бы поняли, что вот эта вот безысходность, которая не только витала, но уже проникла в мозги, что называется, и в душу людей, все-таки может быть преодолена. И у них появилась надежда, что именно такая Молдова будет в том числе и той Молдовой, которая позволит вернуться и к детям, которые выехали за рубеж. Опять же, будь то на востоке или на запад. Применить уже в нынешней Молдове, которая будет развиваться, свои знания, опыт, а почему нет, и вложить те деньги, которые они там заработали. И не быть обкраденными, как это уже неоднократно было. Потому что, я говорил всегда, и повторяю, это не моя аксиома, это аксиома жизни. Деньги любят тишину и спокойствие. И не только гранты, не только кредиты тем более, а именно инвестиции, это все то, что может перезапустить экономический механизм страны. А инвестиции придут тогда, когда инвесторы будут знать, эта страна имеет нормальную правую систему, она имеет абсолютно адекватного и правильного президента, парламент, правительство, создана нормальная бизнес-среда, когда они не должны бояться того, что завтра придет. Это вот самая прокуратура, специальная, и по особым поручениям, о котором мы всегда говорили, я когда выступал в парламенте, в момент, когда изменяли закон о прокуратуре, я сказал тогда, эта прокуратура специальная будет той самой дубинкой против политических оппонентов и против неугодных бизнесменов в руках у власти. Не поверили. Точнее, они понимали, что так оно и будет, и поэтому сохранили эту прокуратуру, и ее использовали. Не случайно один из первых, кто посыпался из нынешней структуры прокуратуры, именно руководитель, прокурор этой прокуратуры. Ведь, я не скажу новость, в народе знаете, как называли эту прокуратуру? Она аббревиатура молдавского П.Ч.Кокс. То есть прокуратура специальная по особым делам и поручениям. А в народе называли «Почем Кокс?» «Почем Кокс?» Потому что... Подразумевают совершенно не кокосовость. Брали бизнесмена, задерживали, а потом начинали так. Либо ты отписываешь, либо ты платишь, либо ты будешь сидеть, либо ты дашь показания на кого-то, кому нужно, кого нужно посадить нынешней власти. Кстати говоря, пример НДС Питси, последний свежий пример. Да такой же пример я могу привести в Тараклии. Тараклии большая фирма, болгарская, там болгары же живут. Значит, не буду называть название этой фирмы. Значит, во время избирательной кампании этот самый «Почем Кокс?» возбудил уголовное дело по этой фирме. Значит, написали письма во все банки, типа проявляется проверка, то есть создали уже опаску у этих банков, не работайте с ними, не выдавайте кредиты и так далее, и так далее. А все требовалось только для того, чтобы они дали показания А на одного человека и Б это чтобы они убедили кандидата от ПСРМ, чтобы он снялся. Вот простой механизм. Как это, «Почем Кокс?» работала, допустим, «Почем арестовали одного из...» даже не руководителей, не знаю там, какая его роль в этой компании, и я не знаю, по идее, должны были уже отпустить его, но если еще нет, наверное, в ближайшее время все-таки отпустят. Но ведь это издевательство и над правосудием, и над людьми, и над бизнесом. И получается, бесправие, смотрите, то, что происходило в органах власти, то, что происходило в судах, даже на исходе жизни этого состава конституционного суда в первые дни июня, что происходило, ведь не могло не подорвать, окончательно не подорвать доверие и как бы укрепить, наверное, в людях определенный скепсис в отношении того, что в этих всех инстанциях появятся люди, которые будут защищать интересы. И что вообще существует правосудие в Молдове. Вот именно. Ведь сегодня отрицать, что люди с недоверием относятся к органам власти нельзя, но действительно это существует и оно объясняется очевидными вещами, тем произволом, который ощущали граждане республики Молдова. Вот здесь стоит задача, как вернуть это доверие и как укрепить это доверие настолько, чтобы, знаете, получать настоящие дивиденды государственного характера, когда человек доверяет суду, он не пытается решить ту или иную проблему с соседом или с партнером по бизнесу в стиле 90-х годов, а идет в суд и понимает, что там, да, будет дана настоящая законная оценка, этим событием будет вынесен правильный вердикт и он будет защищен. Вы знаете, здесь еще один момент очень важен. Первое, чтобы мы шли по этому пути, к которому мы сейчас идем, руководствуясь законом. не эмоциями или какими-то сиюмоментными ситуациями. Это очень важно и как говорится тьфу-тьфу-тьфу, так мы пока и действуем. Конечно, мы могли пойти по беспределу, скажем так, да, которым обычно руководствовалась ушедшая власть или выгнанная власть, я думаю, что этот термин будет более правильный. Нет, любая власть, которая выгнала вот ту самую коррумпированную, коррупционную, значит, беспредельную власть, если она пойдет по этому же пути, ее ожидает та же самая судьба. Та же самая судьба ожидает. Поэтому в данном случае очень важно идти последовательно, быстро, оперативно, но хорошо продуманно и законно. И вот именно эти принципы положены в основу нашей деятельности. Я думаю, что вот даже вот смотрите, последнее заседание Высшего Совета Безопасности. Игорь Николаевич Дадон после этого заседания вышел и сказал, на этом заседании мы рассмотрели вопрос о тех существующих вскрытых схемах контрабанды и монопольного владения теми или иными схемами в экономике. И что очень важно, вообще то, до чего дошло, Вы знаете, это уже просто вверх. Ладно, украли миллиард. Я почему ладно говорю. Я почему говорю ладно. Но когда практически почти каждую неделю по две тонны янтара проходило через таможенные органы в виде контрабанды, а ну посчитайте, что это будет. Без уплаты не акцизов и таможенных постановочек. Абсолютно. Я уже не говорю о том, а какова природа происхождения, я имею ввиду не природа с точки зрения физического, а с точки зрения законности происхождения этого янтаря и так далее, и так далее. Схемы по наркооборотам, вообще сигареты, значит, спирт и так далее, и так далее. Ведь все эти схемы, сейчас дано поручение Высшим Советом Безопасности, ну уже новое руководство службы информации безопасности у нас есть с прокурором, вот пока надо вот сейчас быстрее определиться, пусть он сам определяется. У него время сегодня-завтра. Точка. Если он не определяется, придется тогда по-другому действовать. Значит, и вот сейчас подал в отставку руководитель таможенной службы, который понимает, что здесь что-то не так. Ну смотрите даже в аэропорту существовали калиточки. Я знаю эту калитку, называли калитка номер 3, через которую спокойненько проходили некоторые высокопоставленные значит криминалы, будем так называть, значит без всякого контроля, без всякой регистрации, без всякой проверки. вот просто так. Вот как они улетели? Вот именно через эту калитку. То есть это существовало не то, что дипломатически, а какой-то криминальный иммунитет от власти? Это как в том анекдоте, говорят, что тебе нужно? Говорят, ничего мне не нужно, дайте мне только полметра на границе. Полметра на границе. И все. Вот примерно то же самое происходило. Поэтому что еще с точки зрения заявления Игоря Николаевича Додона очень важно. Он сказал, но запомните, мы не собираемся эти схемы перенимать или брать под свой контроль. Контрабанде положен конец. Крест. И все, кто за счет этого жил, кто надеется, забудьте это. Все, кто этим занимался, будут привлечены к ответственности. И это будет урок для всех тех, чтобы не думали заниматься этим в дальнейшем. Такая же ситуация будет и по всем остальным схемам, которые существовали в ДОТово. Но ведь нельзя не понимать, что это огромная армия людей была задействована в реализации вот этих всех контрабандных схем, наркотрафика, провоза, нелегального провоза всех иных товаров. Станислав, я не думаю, что это огромная армия людей. Не огромная, но тем не менее. Определенное количество людей, конечно, было задействовано. Кто-то это все координировал, патронировал, кто-то обеспечивал, кто-то обеспечивал проход, кто-то перевозил. Конечно, определенная часть из этих людей будет привлечена к уголовной ответственности. Это 100%. Часть из них, которые пойдут на сотрудничество с органами правосудия, правоохранительными структурами, значит, и которые осознают и раскаются, закон позволяет их освободить ответственность, если они помогут следствию, расскажут и компенсируют, возместят тот ущерб, который был причинен. Ведь в конечном итоге задача не в том, чтобы увеличить количество лиц, которые будут сидеть в тюрьмах. Задача в том, чтобы понес ответственность и компенсация поступила в бюджет. Это самое главное. Ну и главное, чтобы действительно мы не оказались страной, где может быть реализован транзит в одних схемах под начальство других. Ну, вы сейчас видите, еще одно дело возбуждено в Москве по наркообороту. Значит, я не могу сейчас сказать, не имею такой достоверной информации, проходил ли этот оборот именно через территорию Молдовы. Но, во всяком случае, тот факт, что официальное сообщение есть, и, кстати говоря, были попытки каким-то образом опровергнуть, а значит, понимают эту ситуацию те, кого это касается, говорит о том, что это вполне серьезное обвинение. Сейчас вот арестован еще один бывший руководитель одного из банков Российской Федерации, который до 2014 года занимался отмывкой денег, хороший знакомок бывших лидеров нашего государства. И вот это тот самый ландромат, о котором говорили, да вот, там Россия мыла деньги. Ничего подобного. Не надо путать Россию, путать с теми, кто нашли общий язык. Некоторые криминалы там, с некоторыми криминалами у нас. И вот эту вот схему отмывки денег осуществляли. Кстати говоря, у этого банка еще в 2014 году была отозвана лицензия. В 2014 году, когда у нас здесь шепотом где-то говорили о каких-то там схемах по отмывке. Россияне еще тогда приступили. Была отобрана лицензия, если не ошибаюсь, у нескольких десятков банков. Там дело давно уже ведется. И вот сейчас уже настала пора, как говорится, отвечать с нашими фигурантами, с нашей страны, нашими гражданами тоже пообщаться по этим делам уголовным. Но ведь нельзя отрицать то, что криминал будет испытывать на прочность новую власть. Будет пытаться вовлечь в общем-то если не в схемы, то хотя бы какое-то сотрудничество. Вовлечь, проверить на стойкость. В том числе наверняка и офицеров Министерства внутренних дел как главных возможных партнеров в тех или иных схемах. Ваша оценка вы служили в Министерстве внутренних дел, возглавляли его. Ваша оценка состояния сегодняшнего состава правоохранительных органов, оценка их профессиональных возможностей и подготовленности к тому, что предстоит. Я всегда говорил, что вообще полиция как наиболее многочисленное по штатному расписанию силовое подразделение, оно в общем-то является в какой-то степени зеркалом общества. В том, что происходит в полиции, в настроениях, значит, это все то, что бурлит, творится в самом обществе. Потому что они представляют определенную часть разных слоев общества. Поэтому нельзя говорить, что полиция коррумпированная, значит, что все общество коррумпированное. Нет, конечно. Как говорят, в семье не без урода. Есть такие лица, они были и есть, которые действительно и позорят честь офицера полиции, то, что называется клятвы перед страной, перед государством, строго выполнять законы, защищать интересы людей, правопорядок и так далее. Но я знаю, что так было и так есть, что все-таки абсолютно большинство этих людей это честные люди, которые действительно хотят работать во благо народа. Действительно так. При всем при том, что имеются огромные проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением, с уровнем заработной платы, с уровнем их социальной защищенности. Все-таки эта работа, что называется нон-стоп, это постоянные риски психологического, физического, риски для жизни, в том числе, для здоровья их. И я всегда был на стороне и буду на стороне этих людей. А вот те, которые действительно совершали нечестные и совершали такие проступки или участвовали в этих схемах, я им просто рекомендую уйти. Вот сейчас уйдите для того, чтобы не бросить пятно позора на всю структуру. Кстати говоря, вот когда мы говорили о прокуроре, ведь и это тоже очень важно, чтобы он ушел. Вот как поступил этот прокурор этого почем Кокса. Ушел этим самым начнется очистка имиджа, в том числе и этого структурного подразделения, которое, кстати говоря, я сейчас вот буду рассматривать изменения в законе прокуратуры, я предложил вообще ликвидировать специальную так называемую прокуратуру, чтобы не вызывать аллергии у общества и дальше. Так вот, МВД. Они ведь в этот период, особенно 7-14 числа, находились с одной стороны по-прежнему под влиянием той самой власти, которая не хотела уходить и цеплялась всем, чем возможно, когтями, зубами. Блокировали министерские здания, министерские здания. Полиция не получала команды никаких действий совершить по разблокированию. Я вот сделал сейчас запросы соответствующие в МВД, в службу охраны, не говоря, там, проси, прокуратуру и так далее, и так далее, чтобы они ответили нам в комиссию следственную, а какие действия были предприняты. Или почему указанием они не делали ничего. Я знаю, что они были возмущены многие тем, что творится, но сами не могли как бы перешагнуть через, есть такое понятие профессиональной деформации мышления, вот, особенно у работников полиции, они, люди подневольные, под приказом, и хотя есть такое положение, что приказ, если ты считаешь его незаконным, ты мог бы и не выполнить его, но и действий никаких они не предпринимали. Они могут быть спокойны, те, которые не давали указания ничего не делать, те, которые не давали указания что-то делать вопреки интересам народа, эти люди могут быть абсолютно спокойны, с ними никто не собирается каких-то разборок проводить, но они должны понять, что то, что народ требовал, то, что народ требует, они все-таки на службе находятся у народа, и тогда им это все будет воздано, обратно, то есть им вернут, я уверен, и мы будем настаивать, тем более, что имеем большинство сейчас в парламенте, о том, чтобы целый ряд социальных гарантий им вернули, пересмотреть вопрос, связанный с их заработными платами, в конечном итоге иногда, ведь как объясняют те, которые берут там, я не знаю, какие-то подачки, взятки и так далее, ну, мне надо кормить людей, детей, надо кормить семью, а я постоянно, ну, как бы оправдать это нельзя, но где-то по-человечески это объяснение, где-то начинаешь и понимаешь свою ответственность, ты создай ему такие условия, чтобы он не думал о том, чем сегодня будет питаться его ребенок или семья, и тогда он будет с большим чувством ответственности работать, поэтому я думаю, что сейчас, после того, что произошло, и сотрудники МВД вздохнули свободнее, потому что они поняли, что действительно можно что-то изменять в этом государстве, и у них появилась надежда на то, что их труд будет оценен по достоинству. Ну, абсолютно с вами согласен отношение оценки того, что Министерство внутренних дел, состав офицеров, всех, кто там служит, это отражение общества, настроения общества, потому что ведь сегодня мы и в этой студии много на разных площадках говорится о, знаете, о сохранении или культивации такого понятия, как патриотизм, потому что когда происходят служебные преступления, это не что иное, как предательство, а предательство своей клятвой, которую ты приносил, вступая на эту пложность, и предательство страны, чьих граждан должен защищать, чьи покои должны защищать. И это все как бы понятие одного корня, отсутствие любви к своей родине, отсутствие вот того глубокого патриотизма, понимания сын, какой страны, каких традиций, кто ты, когда ты отвечаешь на этот вопрос. И тогда, мне кажется, сегодня этот ответ общество ищет, вот глядя, наверное, уже на то, что происходит в парламенте, потому что, мне кажется, доказательство наличия патриотизма в обществе сегодня ждут от парламентариев, от тех решений, которые будут приняты. Если они будут понятны, что главный бенефициар всей этой работы парламентской, народ Республики Молдова, тогда, конечно же, это будет такое вотом доверие на многие, ну не знаете, если даже следующий выбор изменит конструкцию парламента, то этот парламент все равно уже вошел в историю современной Молдовы, уже показался этим массовым поступком, когда совершенно разновекторные, идеологические, геополитические, как сейчас говорят, люди объединились для решения проблем собственных граждан. И тогда такой вопрос, на чем концентрируется, на чем сейчас концентрируется свою работу вот на парламентских площадках, комиссиях, ваши коллеги, вы, собственно. Ну, вы совершенно верно подметили, что действительно вот сейчас эпицентр всех реализаций того, что мы смогли решить с этой недели, с 7 по 14, эпицентр сейчас находится в парламенте, естественно, и в правительстве, ну, я уж не говорю о роли президента в данном случае. Мы наконец-то увидели, что президент, оказывается, может, даже при ограниченном количестве, так сказать, и своих полномочий, но президент может играть очень серьезную роль, что он и делает сегодня. Парламент. Даже вот эта сейчас поездка, которая была в Москву, это была не группа дружбы, да, потому что в последнее время эти поездки в Госдуму осуществлялись на уровне группы по дружбе и сотрудничеству с Государственной Думой, но ездили только представители партии социалистов. Сейчас делегация, она представляет нынешнее большинство в парламенте. Во главе спикер парламента Гречана Зина Петровна была, и далее господин Слуцарь, вице-председатель парламента, представитель от блока Акум, значит, господин Нантой, не поехал другой вице-председатель, господин Попушой, по одной простой причине, что он в это время находился в Страсбурге на заседании ПАСЕ. А так бы, конечно, я думаю, поехал бы он. Ну и, естественно, еще третий вице-председатель, это тоже партия социалистов Чабан Иван. И это тоже символично. Но этим шагом, этим составом, тем, как их там приняли и как они там выступили, ну, я уже не говорю про выступление Зелина Петровна, стоя аплодисментами отреагировали депутаты государственной Дубы на ее выступление, но ведь там были, кроме того, еще встречи, интервью, которые давали и другие члены делегации. И они все подчеркивали, что мы действительно создали эту коалицию, потому что мы поняли, что нам нужно освобождать Молдову от этой власти, которая была, и мы должны начинать решать вопросы насущные народа. Поэтому, вот исходя из этого, мы сейчас и в парламенте работаем. С одной стороны, идет то, что называется обеспечением вот этой очистки структур власти. Это принятие законов, которые позволят недобросовестных, которые действовали в ущерб интересам государства и населения чиновников, убрать, но в то же время сохранить тех, которые действительно профессионалы и которые вели себя достойно в этот период времени, как минимум молчаливо, как минимум не запачкали себя подобного рода вещами. Это с одной стороны. С другой стороны, что не менее важно, это начинать уже и реализовывать те ожидания, которые есть у людей. Люди, да, с одной стороны, хотят, чтобы власть очищена была, но с другой стороны, они хотят, чтобы и реализовывались конкретные их чаяния, начиная просто от дорог, рабочие места, социальная защищенность, чтобы не ликвидировались детские сады и школы, чтобы люди знали, что их произведенные товары будут действительно реализованы и на востоке, и на западе. Ведь что произошло во время даже этого визита? Правительство Российской Федерации вчера буквально приняло постановление, в соответствии с которым продлен срок освобождения пяти позиций молдавских товаров от уплаты таможенных пошлин. Это очень важно. И, кстати говоря, именно представители блока АКУМ, члены этой делегации, говорили о том, что нам очень нужен российский рынок, СНГовский рынок, потому что там действительно реализуются наши товары прежде всего. Ну, давайте будем говорить об этих вещах абсолютно открыто и понятно. ни в коей мере не умаляя возможности европейского рынка, но мы прекрасно понимаем, что все-таки большая часть может быть реализована на рынке СНГ. Затоваренность меньше, европейцы затоварены собственными продукциями. Плюс мы можем в конечном итоге сейчас уже есть с кем разговаривать нашим российским коллегам, есть с кем разговаривать в Кишиневе. Я надеюсь, в ближайшее время начнет свою работу межправительственная комиссия, которая практически уже несколько лет заблокирована была по нашей вине, по вине молдавской стороны. А это что означает? Это означает, что начнутся продвижки и в энергетической сфере, что очень важно. Ведь министр нынешней экономики вот буквально вчера выступил и сказал, а вы знаете, ведь то, что они показали, как вот наши заслуги, снижение тарифов на газ, это вовсе не их заслуги. Они просто кинули предвыборную конфетку, а сейчас, когда мы стали разбираться, а ведь это далеко не так. И сейчас надо вновь думать о том, что надо повышать тарифы на газ. Это мера, которая далеко не аплодисментами будет встречено людьми. Естественно, и тем более, сейчас очень важно, чтобы договорно способная часть этой коалиции, то есть представители партии социалистов, могли договориться с российскими коллегами о том, чтобы все-таки Газпром смог найти возможность, резервы для того, чтобы определенную льготу создать для поставки газа на территорию Молдовы с точки зрения цены, ценообразования. С другой стороны, госпожа Санду собирается выехать с первым официальным визитом в Брюссель. Я уверен, что одна из основных тем разговора будет возобновление финансирования, макрофинансирования экономики Молдовы и вообще Молдовы. И я уверен, что европейцы в этой ситуации, когда создана была коалиция для стабильности Молдовы, европейцы пойдут на этот шаг. То есть, вот каким образом через законодательную часть, законодательные действия с выходом на договороспособность с Востоком и с Западом можно действительно решать вопросы в следующий шаг. То есть, в том числе и решение проблем социальных экономических населения. Если мы так пойдем по этому пути, а я уверен, что у нас другого пути просто нет, то тогда люди окончательно поймут. Да, мы не просто выиграли битву с Плохотняком или с Демпартией, мы не просто выигрываем следующие битвы, потому что война состоит из битв. Война бескровная, слава Богу, но все равно. Вот все то, о чем мы говорили, это результат определенных побед в результате какой-то битвы. Пусть битва будет с Конституционным судом, с Центральной избирательной комиссией, сейчас с прокуратурой, это все будет победа, победа. Но это все, из этого будет складываться дальнейшее наше продвижение, и люди хотят, чтобы это продвижение было ощутимо для них. Абсолютно с вами согласен, тем не менее, смотрите, время так наше выговорилось, пробежали эти 45 минут, и в заключение я бы вам мог предложить, ну, помимо, конечно, успеха в этом сложном поприще, в реформировании или в республике Молдова, хотя, в общем-то, слово реформа сегодня уже имеет какую-то такую отрицательную коннотацию, и сейчас, конечно же, новая власть не занимается переделом собственности, не занимается переделом каких-то там бизнес-проектов, мы внимательно следим, слышим и читаем о том, что будут пересматриваться итоги приватизации на предмет того, где законно, где нет. Концессия аэропорта. Да, да, концессия аэропорта. Конечно, хотелось бы пожелать сохранения стойкости, здравого смысла в принятии решений и понимания того, что граждане республики Молдова ждут конкретной заботы о их ненасущном, для того, чтобы можно было планировать собственное будущее, будущее своих детей. И как вы правильно сказали, возвращение детей домой. Краждане Молдовы должны жить у себя на родине. Мы можем бывать везде, как туристы, как даже наемные работники, но дом наш может быть здесь, в этом прекрасном мире под названием республики Молдова. Спасибо вам за эту беседу, будем с удовольствием вас всегда ждать в нашей студии. Спасибо вам за приглашение и всем всего доброго. И надежды. Надежды. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был депутат парламента Владимир Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин